Недавно мы делали видео о ноутбуке Xiaomi за 80 тысяч, и вы нас просто в комментариях засрали. Фу! Как можно покупать ноутбук за 80? Это дорого! Ха! Получите новый MacBook в минималке за 200 тысяч рублей! Я сегодня вам расскажу, что в нем нового и что вообще происходит. Меня вам бит! Самое главное в новом макбуке, самое существенное обновление, это, конечно же, маркетинг. И еще исправление ошибок. Разберем по пунктам. Новый MacBook Pro наш самый мощный ноутбук, созданный для тех, кто меняет мир и раздвигает границы. А Apple самые мощные устройства теперь называются Pro Max. Это же вы задали тренд. Следуйте ему. Дисплей ретина 16 дюймов для иммерсивного изображения. Ладно, на самом деле дисплеи в макбуках реально крутые. У них невысокая частота обновления, но у них реально крутые профессиональные цвета, P3 и так дальше и тому подобное. Дисплей как был хорошим, так и остался, но надо что-то же сказать, что нового в макбуке, поэтому иммерсивное изображение. Что? Процессор до 8 ядер для интенсивных рабочих процессов. Apple 8 ядер теперь есть. В каждом третьем Xiaomi уже не модно использовать количество ядер. Модно использовать гигагерцы и нанометры. Если у вас есть вот эти значения, значит процессор топ. Если он просто 8 ядер, он не топ. Все это знают. До 64 гигабайт памяти для многозадачности и работы с большими файлами. То есть Apple думает, что профессионалы, покупающие такие мощные ноутбуки, не знают даже слово оперативное и пишут просто 64 гигабайта памяти, как бы намекая, что чувак, тебе не нужны характеристики, просто и купи новый макбук. Но вообще 64 гигабайта это норм, неплохо. SSD накопитель до 8 терабайт. Это максимальная емкость среди всех наших ноутбуков. Есть одна загвоздка. Память SSD от Apple стоит чуть-чуть больше, чем в среднем по рынку. И поскольку на российском сайте Apple мы не можем узнать, сколько же она нам будет стоить, давайте пройдем на американский. 8 терабайт. Всего лишь 2400 баксов сверху. То есть за 7,5 терабайт дополнительной памяти, потому что 512 уже есть, мы платим около 155 тысяч рублей. Это если считать в долларах. В России-то наверняка это будет еще дороже. Топ за свои деньги. Система из шести динамиков и микрофоны студийного уровня для выразительного звука и четкой записи. Да, динамики в ноутбуке это правда важно, как пользователь макбука с большим стажем, подтверждаю. Но микрофоны. Микрофоны вам что настолько нечего менять в своем ноутбуке, что надо писать микрофоны студийного уровня? Что? Так, давайте теперь серьезно. Что изменилось? Экран стал больше на дюйм. Клавиатуру вернули к старому механизму бабочка. Они, конечно, его переработали. Но теперь ей можно будет пользоваться. Микрофоны и колонки. Вот это вот все. Еще можно запихнуть себе в ноутбук до 8 терабайт памяти. Батарея стала чуть больше, за счет чего ноутбук стал немного толще. 4 года вообще никак не меняли тачбар. И, наконец-то, в новом макбуке клавиша Escape стала физической. И ее теперь можно ощутить пальцем, что круто. Потому что тачбар мог зависнуть, да и вообще, ну, физически приятнее. Ну и блок питания там теперь на 96 ватт. Но выглядит он точно так же, как предыдущий. Все. Это все изменения. Новых портов нет. Нового дизайна кардинально нет. Это просто инкрементальное обновление. В нем нет ничего кардинально нового вообще. А, ну да. Еще же видеокарта. Революционная AMD Radeon Pro 5300M. С 4 гигабайтами видеопамяти. Понимаешь? 4 гигабайта. И вот сейчас я призову эксперта в этом деле. Человека, который разбирается в видеокартах, в процессорах. Во всем том, в чем я нуб. Я не нуб. Только в том, чтобы бомбить. А вот Илья. Алло, Илья. Призываю тебя. Давай, приходи. А, да, прием. И с вами рубрика «Да я бы за эти деньги». Что именно можно купить за эти деньги? Во-первых, как всегда и традиционно, игровой ПК. Причем не просто игровой, а в том числе можно и рабочий. Например, Core i9-9900K. 32 гига оперативной памяти. 6 терабайт. Ну, правда, HDD. SSD на 512. И GeForce RTX 2080 Ti. То есть консоль вам уже в принципе не нужна. Если же смотреть именно из ноутбуков, то из моего топа я выбрал MSI-P75 Creator 9SF. Тут Core i9, между прочим. 32 оперативной. GTX 2070. Где 8 гигабайт памяти, а не 4. И 144 герца дисплей. Экран больше 17,3, а не 16. И в целом он стоит столько же, зачем платить больше. И портов там больше. В общем-то, я бы выбрал его. В итоге, опытным путем мы выяснили, что если вы покупаете игровой ПК или ноутбук, вы в любом случае имеете видеокарту минимум в два раза мощнее, чем в новом MacBook Pro. Ну, а если вы хотите максимально грамотно вложить 200 тысяч рублей, то купите Reno Logan. 11-го года. Можно взять. Пишите ваши варианты на нашей рубрике «А я бы купил» в комментариях. Да, спасибо, Илья. Итого, весь маркетинг Apple разбивается в дребезги, потому что видеокарты в виндовых ноутбуках в два, более чем в два раза мощнее. Как? За что? Apple, помирись с Nvidia, пожалуйста. Нормальные видеокарты хотим. Очень ама. И, казалось бы, вроде бы за что платить 200 кусков. А с другой стороны, и прошлое. Прошка на 15 дюймов тоже стоила 200 кусков в минимальной комплектации. Ситуация очень-очень двоякая. Да, большое спасибо за то, что вы не стали поднимать цену. И, в принципе, улучшили то, что надо было улучшить. Отдельное спасибо за то, что вернули клавишу Escape, потому что она реально нужна прям физическая. Опять же говорю, из опыта. И отдельное спасибо еще одно за клавиатуру, что ею теперь приятно будет пользоваться, надеюсь. А с другой стороны, ну ведь объективно за 200 тысяч можно найти варианты, ну прям сильно лучше, практически по всем фронтам, возможно, кроме экрана. И вот тут возникает вопрос, готовы ли вы переплатить денег, чтобы пользоваться а. экосистемой и б. эксклюзивными приложениями, которые, впрочем, не умеют ничего сверх того, что умеют их конкуренты. Ну, тут выбор, конечно, за вами, но мне кажется, AirDrop и все остальное не особо стоят 200 тысяч. И да, я, конечно, понимаю, что НДС, 20% и даже особой вины Apple в этом нет, но мне, как потребителю, не особо хочется отдавать такие дикие деньжищи за ноутбук, который, в принципе, практически такой же, как и 2016 года. Вот он. Особо не отличается. А если вы все-таки хотите макбук, то перед вами стоит непростой выбор. Либо отдать около 100 тысяч за 13 дюймов, либо заплатить в два раза больше за 16. Какого-то среднего варианта нет. И тут существует лишь два самых адекватных решения. Первый это взять себе все-таки макбук про на 15 дюймов 2019 года. А, этого сделать не получится. Apple сняла его с производства и теперь можно купить только либо 13, либо 16. Поэтому складские запасы biggeek.ru, все дела, пейсы-то растут. Либо же покупать макбук про на 15 дюймов 2018 или 2019 года с рук, что несет тоже свои объективные риски. Напомню, что у этих ноутбуков далеко не лучшая клавиатура, которую можно испортить буквально воздухом. Поэтому, если уж покупаете с рук, то будьте очень-очень аккуратны и проверяйте абсолютно все, что можете проверить. Надеюсь, этот видос оказался чем-то полезным, а не просто бурлением моих мыслей. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Будем делать больше такого. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Колокольчик жмите. Все вот эти дела. Увидимся в следующем видео. Всем спок. Папа-папа. Иммерсивное изображение. Это новое название для просто крутой картинки. На заметку, если вы маркетолог. Бесплатно. Отдаю, пользуйтесь. Можно? Замещательный. А, актерская игра, да. 3,2 гигабита в секунду. Вау. Нет, ты пульнись, и я сразу скажу. Ну, а если вы не хотите... Геймплей Outlast 2. Ты что, монстр?